Всем привет! Сегодня у меня на обзоре робот-пылесос Xiaomi Raidme Eve Plus. Это видео, кстати, я записываю на смартфон Realme GT Master Explore Edition. Не путайте с другой версией, это именно Explore на Qualcomm 870 и с основным модулем на 50 Мп. Обзор выйдет примерно через недельку, но уже сейчас можете оценить, как этот смартфон записывает видео в помещении. Некоторые вставки будут на Pixel 5a, но это я укажу отдельно в этом видео. Итак, возвращаемся к нашему пылесосу. Средняя его цена 33 тысячи рублей. Мне он пришел в большой упаковке и там было две коробки. В одной сам пылесос, в другой база самоочистки. Здесь будьте внимательны. Насколько я знаю, он продается еще с обычной базы, то есть без самоочистки. Как вы знаете, на обзор я беру пылесосы только с LiDAR и с базой самоочистки. Другие просто не вижу смысла даже рассматривать покупки. Итак, давайте мы посмотрим для начала на комплект поставки. Помимо самого пылесоса и базы, что у нас идет в комплекте. 10 одноразовых салфеток для влажной уборки. Естественно, есть многоразовая такая вот салфетка-тряпка из микрофибры. Она достаточно тонкая, особенно в сравнении с тем же Roborock S7. Ну и соответствующая насадка, через которую поступает вода. Причем вы, естественно, можете регулировать степень ее подачи. Также в комплекте идут сменные пакеты для сбора пыли. И, кстати, такое любопытное явление. Посмотрел много различных обзоров. И сразу видно, если люди особо внимания не уделяли, то написали, что в комплекте 3 пылесборника. На самом деле их 5. Один, естественно, уже стоит в самой базе. И здесь не 2 пылесборника, а 4. А сколько вам их хватит? А хватит вам надолго. Если будете убирать 3 раза в неделю, то примерно этот пылесборник, емкостью, кстати, 3 литра, наполнится примерно через 2,5-3 месяца. То есть у нас в комплекте 5 их, и вам хватит надолго. Так что на этот счет можете не заморачиваться. По базе самочистки я вам не рассказал про одну интересную особенность, которую я не встречал в других пылесосах. Сюда они встроили ионизатор. Работает он только тогда, когда происходит сбор пыли. На экране горит соответствующий индикатор в течение 10-15 секунд. Для чего вообще нужен ионизатор? Как я вам говорил ранее, здесь пакет для сбора пыли может храниться несколько месяцев. Со временем могут появиться неприятные запахи или даже грибок. Так вот, этот ионизатор как раз позволяет этого избежать. А по внешности смотрится база симпатично. Занимает, кстати, меньше места, чем Lista R1 за счет того, что сам робот-пылесос как бы заезжает вовнутрь базы. И, судя по картинке на официальном сайте, здесь довольно небольшое расстояние до непосредственно самого пакета для сбора пыли. Ну, то есть, быстрее вся пыль всосется. Мощность, кстати, базы самочистки здесь 850 Вт. Для сравнения, в Lista R1 1000 Вт. Ну и давайте посмотрим на сам пылесос. Здесь у нас три механические кнопки. Спереди ТОВ-датчик. Бампер. По периметру, кстати, есть такая вот резиновая накладка, чтобы он не портил мебель. Ну и, соответственно, меньше сам царапался. По бокам инфракрасные датчики расстояния до стены. И сверху, естественно, лидар, причем с датчиком высоты, чтобы он не заезжал туда, куда не может. Ну и давайте мы его перевернем. Здесь все по классике. Это датчики перепада высоты. Контактная площадка для классической базы. Если говорить про базу самочистки, то вот тут вот по бокам мы видим контакты. И они, соответственно, находятся вот здесь. Мощность в САСНИ 2700 паскалей. Показатель такой же, как в Лидста Р1. Емкость аккумулятора 5200 мАч. Особенности, в отличие от Лидста Р1, то, что здесь две боковые щетки. Кстати, волосы сюда практически не наматываются. За счет вот этой небольшой щетки. Если какие-либо преимущества наличия двух боковых щеток по сравнению с одной, ну, наверное, то, что он может подъезжать к стене любой стороной. Если у вас одна боковая щетка, то он, соответственно, будет подъезжать с той стороны, где она находится. А второй момент. Если одна из щеток оттолкнет шерсть, пыль, либо еще какую-то частичку, то, скорее всего, вторая как раз ее захватит и передаст к основной щетке. Минусы этого решения, то, что со временем придется менять сразу две щетки. Ну, и также возрастает вероятность, что тут запутаются волосы. А что касается основной щетки, то она классическая. Мы ее видели и в других пылесосах. Здесь ничего интересного нет. Если с вами проживают люди, у которых длинные волосы, то, скорее всего, они будут тут запутываться. И раз в неделю придется очистить эту щетку. Из плюсов то, что фиксаторы снимаются с одной и с другой стороны, чтобы легче было ее почистить. Ну, так она выглядит. Ничего тут нового нет. Давайте мы посмотрим на основной пылесборник. Переверну робот. Контейнер для пыли извлечен. А здесь особенность, как и в случае лица R1, заключается в том, что пылесборник совмещен с контейнером для воды. Емкость пылесборника 300 мл, контейнера для воды 220 мл. Как он открывается? Здесь есть такой вот рычажочек. Вы его тянете в бок и поднимаете вот эту вот крышку. Здесь у нас уже встроен хепофильтр. И, как я понимаю, он сюда приклеен. А минус у этого решения то, что, скорее всего, он будет стоить дороже. Потому что вы покупаете не просто хепофильтр, но еще вот такую вот пластиковую накладку. На экспрессе уже данные фильтры продаются. Ссылочку оставлю. Ну, так выглядит сам контейнер для сбора пыли. И здесь у нас заглушка, куда мы наливаем воду. Ну, все то же самое, как на лица R1, но есть отличия по хепофильтру. Вот этот вариант мне меньше нравится. Почему, спросите вы, но его чаще придется чистить. Если мы возьмем пылесборник от Лидста R1, то здесь... Давайте я открою. У нас хепофильтр находится, во-первых, под такой вот сеточкой, которая задерживает большую часть шерсти, пыли. Потом еще идет такой вот поролон. И только потом идет непосредственно сам хепофильтр. То есть, его нужно будет реже чистить, так как, ну, тупо меньше он собирает пыли и шерсти. Здесь же у нас он, получается, открыт и сразу забивается шерстью и пылю. Вот такая вот особенность. Значит, по софту, что я хочу вам сказать. Этот пылесос мне понравился больше, чем Лидста R1, потому что вы его можете подключить, во-первых, в Mi Home, потом добавить фирменное приложение Raidmi. Также он добавляется в Google Home и, естественно, в умный дом Яндекса. То есть, голосом вы можете им управлять. То есть, работает куча различных вариантов подключения, вопросов к этому нет. Алиса, включи пылесос. Начинаем уборку. Алгоритмы уборки стандартные, как у всех пылесосов. Сначала по периметру он очерчивает комнату и потом уже убирается внутри. Давайте сейчас проверим шум. Сейчас стоит максимальная мощность. Тихий. Стандартный уровень шума. Практически не слышно его. Давайте проверим наглядно, как он быстро найдет базу. Берем пылесос и идем на кухню. Соответственно, карту он сохранил. Перетаскиваем на кухню. Ставлю и нажимаю домик. Начинаем заряд. Так, для начала он оценивает, где он находится. Да, направление определил. Заодно можете оценить уровень шума привода, когда он не пылесосит. Мне кажется, он тише работает, чем тот же Pro Scenic M8 Pro. Примерно так же, как Lidster R1. Ну, короче, проблем никаких нет. Базу определяет верно и сразу возвращается. Давайте я вам расскажу про фирменное приложение Raidmi. Но перед этим пару слов про базу. Как можете видеть, пылесос вернулся обратно. На экране отображается уровень заряда самого пылесоса. Снизу находятся три пиктограммы. Слева она загорается, если работает блок ксенизации. Справа, если заполнен основной пылесборник в базе. Если вы нажмете на экран и подержите палец, то включается самоочистка. Итак, открываем основное приложение. Оно, естественно, на русском языке. На главном экране отображается карта. Что вы можете делать? Можете разделять комнаты, объединять. Это, думаю, все понятно. Также можете создавать запретные зоны в виде виртуальной стены. Либо указывать запретную зону для влажной уборки. Убирать можно по комнатам, по сегментам, по зонам, по точкам. Тут, я думаю, также все понятно. Но давайте перейдем в основные настройки. Сверху пункт избегать столкновений с помощью радара. Радар помогает роботу избежать столкновений. Эта штука работает, к сожалению, не так, как в Roborock S6 Max V. Но оно и понятно. Там были камеры. Здесь, если будут провода, робот будет на них наезжать. Если вы стоите, то, соответственно, он будет стукаться в ваши ноги. Всегда использовать светодиодный индикатор. Вещь полезная, если он убирает поздно вечером, чтобы определить, где находится робот-пылесос. Режим надува ковра он автоматически определяет и увеличивает мощность всасывания. Работает с запозданием, но, по крайней мере, работает в отличие от LITS-100 R1. Далее. Настройки станции сбора пыли. Статус дисплея. Через 30 минут он гаснет. И здесь вы можете настроить, когда собирать пыль. Либо после каждой уборки, либо после двукратной, трехкратной, либо вообще не собирать пыль. Вот здесь мне не понравился такой момент. Если мы... Сейчас вот как раз я подключил блок с влажной уборкой. Мы отключаем сбор пыли. Такая вот черточка. Переведено почему-то закрыть. Естественно, мы можем отрегулировать степень влажной уборки. Так вот, после завершения влажной уборки, когда пылесос возвращается на базу, он все равно включает сбор пыли. И это минус. Почему? Ну, потому что может попасть частичка влаги в эту трубу. Вместе с шерстью, с пылью. Это все дело потом засыхает. Появляется налет. И это не очень круто. Я надеюсь, что в обновлении этот момент они учтут. И если мы оставляем только влажную уборку, отключая режим пылесоса, то база не должна включаться для самоочистки. Ниже можно включить двукратную уборку и также влажную уборку по маршруту Y, так называемой елочкой. Как это все дело работает, я вам покажу чуть позже. Ну, естественно, мы можем распланировать уборку по дням, по времени и по мощности. В приложении также можете посмотреть на учет расходных материалов. Периодически нужно чистить датчики от пыли. Русский язык поддерживается. Громкости предостаточно. В этом плане все хорошо. Давайте проверим, увеличит ли он мощность всасывания. Сейчас я специально поставил не максимум. Пока не слышу, чтобы он увеличивал. Но в настройках такой пункт есть. Не, не увеличил. На другой стороне здесь коврик не длинно-ворстный. А вот тут чаще всего пылесос увеличивают. Давайте проверим. Как и в Роборокке Y7 отдельного датчика нет. Определение ковра. А вот сейчас увеличил. Да, слышно. Итак, завершил он уборку. Давайте посмотрим на статистику. 32 квадратных метра. Время 41 минута. Аккумулятор сел на 32%. Но нужно учитывать, что он на кухне немножко поюлил. Поюлил, скажем так, вот здесь вот много было различных стульев и занял это время. В среднем, если стулья убрать, где-то 36 минут он укладывается. Так, ладно, давайте мы посмотрим теперь, сколько он собрал. И потом отправим на базу. Контейнер для пыли извлечен. Так, достаем. Смотрим. Ну, все полно. Опять же, практически все занимает шерсть. Давайте я обратно установлю. Контейнер для пыли установлен. И мы возвращаем на базу. Начинаю зарядку. Посмотрим, как база самочистки справится и сколько останется шерсти в пылесборнике. Сбор пыли завершен. Так, давайте кранчик. Выполняю зарядку. Да, включили экранчик. 68% заряда. Ну, здесь у нас находится пылесборник. Так, ладно, это понятно. Давайте мы посмотрим теперь, сколько он собрал. И как? Дожди. Зарядка остановлена. Так. Ну, кстати, неплохо. Чуть-чуть осталось. Незначительное количество. Но, опять же, вот эта штука поднимается и она немного прижимает часть шерсти. Итак, давайте проверим влажную уборку. Здесь контейнер для воды совмещен с основным блоком. Емкость 220 мл. Я налил максимум. И давайте посмотрим, сколько останется, когда он уберет 36 квадратных метров. Так, включил влажную уборку. Здесь стоит отметить следующее. Он может сразу совмещать две уборки. Влажную и, соответственно, сухую. Я рекомендую это дело разделить. То есть, сначала пропылесосить, потом уже заполнить контейнер с водой и начать непосредственно только влажную уборку. Почему? Но, когда он будет возвращаться на базу, то, соответственно, будет всасывать пыль с пылесборника. И, скорее всего, вода тоже попадет куда-нибудь сюда, вовнутрь. Потом она будет засыхать. Вместе с ней грязь, шерсть, пыль. В общем, не очень будет идея. Поэтому рекомендую все-таки разделить. Отдельно сухая, отдельно влажная. Вот как раз для проверки влажной уборки. Тут у нас в коридоре мы меняли наполнитель. Остались следы такого белого напыления. Визуально, как это все дело выглядит. Как только он здесь пройдется, я вам покажу, насколько хорошо он убрал. Из особенностей, кстати, стоит отметить, что в настройках вы можете изменить траекторию уборки. Сейчас я вот включил елочкой. Он убирает. Сначала он по периметру очерчивает комнату, потом уже внутри, вперед-назад едет. Это, конечно, не Руборок С7 с вибро-щеткой. Но, тем не менее, пытается именно натирать пол. Убрал. Смотрим. Да, вытер. По времени влажная уборка длилась 59 минут. Можете посмотреть на тряпку. И давайте посмотрим, сколько осталось. Ну, наверное, чуть меньше половины. Давайте посмотрим, как он убирает на практике. И чтобы это дело хоть как-то стандартизировать и сравнивать с другими пылесосами, как я решил сделать. Значит, мы берем, отсыпаем 12 грамм овсянки. Зона уборки у нас получается от этого края и до холодильника. Сейчас на карте укажу как раз вот эту вот зону. Далее мы берем нашу овсянку и рассыпаем ее. Ясное дело, что каждый раз будет по-разному все рассыпаться, но, тем не менее, мы знаем вес высыпанной овсянки и посмотрим, сколько он соберет. Естественно, пылесборник сейчас в пылесосе чистый. Так, вот визуально общий, что называется, кадр. Так, я рассыпал все. И с этой стороны. Оставляю стул. Будет он всегда здесь стоять. Итак, включил уборку зоны. Ну, как раз он сейчас отчерчит ее по периметру. Я думаю, видео ускорю, чтобы вы долго не ждали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Видео, что в этом месте вы к changing continued. Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Отчеркнул его Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Снимаем мы контейнер... Контейнер для пыли извлечен... Так, и теперь давайте посмотрим... Так, сбрасываем... Так, смотрим... Ну, еще немножко рассыпал тут... Ну, скажем так... Было у нас, напомню, 12 грамм... Если учитывать, что я рассыпал... Ну, приблизительно 11 грамм он собрал... Что неплохо... Из 12 грамм... Ту же самую процедуру... Сейчас мы проделаем... Ослицто Р1... Овсянки также, как можете видеть, 12 грамм... Почистила здесь... Больше овсянки нет... И теперь мы тоже самое делаем... Рассыпаем... Так... Немножко тут... И основная часть... В этой зоне... Так, все включил... А мощность, естественно, я также поставил на максимум... Пылесборник чистый... Ну, начинает примерно так же... Только единственное, он тут почему-то чуть больше... Решил взять границу... Ну, это значение не имеет, потому что... Овсянка у нас разбросана... В этой части... Чистос... Ну... Два... О... А... Иварио... И... Прошло... Пахло! Прошло... Прошло... Чистос... Чистос... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...